Приветствую вас, давайте мы с вами для начала попробуем разобраться с тем, где вы в этой ситуации, а где ваша дочь, и где то, что вы делаете, относится к вам, а где то, что вы делаете, относится к дочери. Вы говорите, что вашему ребенку 20 лет, не приходит домой. Если она не приходит домой, то 20 лет это вполне нормальный выбор человека. А почему она должна приходить домой, например? То есть, грубо говоря, если вы ее, например, содержите, если вы ее, например, кормите, одеваете и так далее, если такая ситуация, то можно, например, перестать давать ей деньги, перестать покупать какую-то там одежду, косметику, может быть и так далее. То есть, сократить свое участие в ее жизни, сократить свое участие в ее, как бы, жизнедеятельности до максимума вообще. Если, например, она не приходит домой, да, а только тянет, допустим, с вас деньги. Если денег не тянет, если денег не просит, если работает и не приходит домой, то это ее право. И то, что вы как бы хотите, чтобы она приходила, это уже ваше собственное желание, которое, ну, чем-то обусловлено, которое, как бы, имеет под собой, значит, основание, но основание, тем не менее, ничего общего с дочерью вашей, не имеющей. Хочу, чтобы вы это понимали. Далее, вы говорите, что не хочет ничего рассказывать. Здесь у меня к вам вопрос. А должна? То есть, ну, должна ли она вам рассказывать что-то? Если да, то почему должна? С чего вы решили-то, что должна? Понимаете, да, какая штука? То есть, она взрослая, у нее своя жизнь, у нее свои личные границы есть, у нее личное пространство есть, да? Вот. Почему вы считаете, что она должна вам рассказывать? Что она должна? То есть, вы не, как бы, не спрашивайте ее, не спрашивайте нас о том, что вот она ничего не говорит, да, ну, что это может, например, означать, допустим. Вот. Так вы не ставите вопрос. Вы говорите о том, просто вы говорите о том, что она вам ничего не рассказывает. так, как будто это для вас неприемлемо. Понимаете, в чем дело? Вот. Но момент-то здесь какой? Момент-то здесь в том, что она и не должна рассказывать ничего вам, потому что это ее жизнь. А если вы считаете, что она обязана рассказывать вам что-то, значит, скорее всего, вы на нее давите. И если вы на нее давите, то, опять же, скорее всего, это началось не сегодня и не вчера. Именно потому, что вы на нее давите, дочь от вас и отдалилась, как бы. Потому что ей неприятно, что вы на нее давите и неприятно, что вы ее, там, например, как-то, ну, может быть, не уважаете, там, не ставите ни ваше что, ну, по ее мнению. Вот. Либо, может быть, как-то не в ее интересах использовали то, что она, например, вам рассказала о себе когда-то. То есть, вы поймите, я не знаю, я просто говорю о том, что это право человека. Право человека рассказывать о том, что происходит в ее жизни. Понимаете? Право. Он не обязан. Вот. Момент-то здесь какой. Это именно право человека. То есть, может рассказать, может, нет. Вопрос в том, зачем это вам? Понимаете, да? Вопрос, для чего это вам нужно? Почему вы хотите, чтобы она вам рассказывала? Как бы, где ваше желание? То есть, ну, чем вы руководствуетесь, когда, грубо говоря, требуете от нее того, чтобы она рассказывала? Вам что с ней происходит? Вот. То есть, руководствуетесь ли вы там, например, я не знаю, своими желаниями? Руководствуетесь вы, например, желаниями своей, там, дочери, например, и так далее. То есть, чем конкретно, чем конкретно вы руководствуетесь? Опять же, Момент. Потому что, если вы руководствуетесь, допустим, своими желаниями, если вы руководствуетесь именно своими потребностями, то, ну, логично, что свои потребности нужно удовлетворять все-таки отдельно от дочери, не привлекая ее к этому. Потому что дочь нанесет ответственности за вас. Если вы делаете это для дочери, то, опять же, чем вы руководствуетесь при совершении каких-то действий априори для нее? Чем вы руководствуетесь? Что вами движет в этот момент? И так далее. Подумайте, пожалуйста, на эту тему. Далее. Несколько раз виделось, что ее забирает какой-то джип. Что мне делать? Ну, забирает джипки, забирает. А, что такого-то? Вот если бы разные джипы забирали, разные машины забирали, то можно говорить о том, что это может быть не очень хорошее. А так, забирает один и тот джип, значит, у нее постоянные друзья, партнеры и так далее. Это здорово. И непонятно, чем вызван ваш вопрос, опять-таки. Что мне делать? Чем вызван этот вопрос? Почему вы его задали? Почему вы задали такой вопрос, что вам делать? Чего вы хотите? Определите сперва то, чего вы хотите. И исходя из того, чего вы хотите, мы сможем уже подкорректировать вас, направить, указать, конструктивно ли то, чего вы хотите для вашей дочери и для вас или нет. Понимаете, какая штука? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!